привет друзья рад рад приветствовать вас на своем канале сегодняшнем ролике я расскажу о посадке винограда посадки однолетнего саженца либо вегетирующего саженца в подмосковье дело в том что подмосковные условия выращивания винограда в некоторой степени отличаются от традиционного южного выращивания соответственно меняется и некоторая агротехника или приемы выращивания винограда и так вы приобрели молодой саженец винограда я еще раз повторяю что вот эта схема она применительно к подмосковью к средней полосе эта схема явилась результатом многодневного изучения опыта подмосковных а также виноградарей из сибири подмосковных виноградарей виноградарей которые проживают в средней полосе российской федерации либо на тех широтах на которых примерно находится москва и московская область так вот все это время виноградари пытались подмосковье сделать точнее приручить виноград и приблизить его к стандартным стандартам южного винограда не всегда все получалось и опыт и жизненные наработки этих людей воплотились вот в таком графике также здесь и конечно же и мой опыт заложен но это видео не то чтобы я пытаюсь кого-то научить я просто пытаюсь поделиться своим опытом который мне кажется довольно удачным хотя пределу совершенства естественно нету итак вы приобрели саженец первым делом нужно определиться с местом где его хотите посадить чем больше вы дадите солнца и тепла саженцу винограда тем лучше значит место вы выбрали надо выкопать яму вот смотрите у меня показан разрез земли вертикальный почно-растительный слой представлен примерно в среднем подмосковье почно-растительный слой около 30 сантиметров у меня здесь данные на графике мы на моем чертеже в миллиметрах соответственно убираем нолик получаем сантиметры и так что нужно сделать нужно выкопать яму шириной один метр вот эта величина один метр в глубину мы копаем примерно 50 60 сантиметров вот размер глубины вот этот вот объем грунта надо выбрать и отложить в сторону в кучку далее то что вы выкопали вот эту вот яму нужно заправить плодородным грунтом я для этих целей использую компост перегной у кого что есть любой органический наполнитель вот в такую яму размером диаметром точнее метр и глубиной 50 сантиметров я вношу одну садовую тачку перегноя либо компоста если вы приверженец экологического земледелия и не признаете химических удобрений то вы можете внести кроме компоста перегноя вы можете внести зал и к примеру так как виноград очень любит фосфорно-калийные удобрения если вы считаете что вреда от минеральных удобрений нет то вы можете внести допустим 100 150 грамм двойного суперфосфата и столько же калийного удобрения либо комплексного фосфорно-калийного удобрения где-нибудь в объеме 150 200 граммов если взять допустим обычный пластиковый стаканчик 200 граммовый то вам нужно внести вот где-то ну полтора два таких стаканчика на этот объем грунта то есть заправлять надо довольно таки хорошо единственное что я бы не стал сюда вносить азотные удобрения потому что я имею ввиду минеральные потому что они вызовут очень сильный рост ботвы в ущерб развитию корневой системы а в первый год нам нужен баланс корневой системы и надземной части далее значит если вы внесли в эту яму одну тачку садовую перегноя компоста также добавили фосфорно-калийных удобрений далее вы должны вернуть ту землю которую вы отсюда выкопали вернуть в эту же яму и все хорошо перемешать дренаж я в этом случае никакой не применяю почему потому что вот у меня на схеме подписано что подстилающий грунт в моем случае это супеси пески если у вас какие-то тяжелые глины которые очень плохо пробиваются дождевой водой то наверное вам стоит внести на дно этой ямы скажем так порядка 10-15 сантиметров дренирующего материала это может быть щебень керамзит гравелистый песок что у вас есть под рукой я бы насыпал керамзита конечно далее далее и так глубина этой ямы 50 сантиметров из-за того что вы внесли тачку перегноя перепревшего у вас естественно и плюс ко всему вернули ту землю что вы выкопали у вас возникнет вот такой вот холмик высотой там сантиметров 10-15 это нормально он и должен быть такой холмик будет лучше прогреваться солнцем и это будет способствовать росту винограда далее что как посадить вот у меня схематически нарисован саженец винограда загул заглублен он где-то на глубину сантиметров около ну скажем так не более 30 не глубоко верхняя почка оставлена сверху за посажен он под небольшим наклоном наклон он должен быть направлен в сторону верхней часть в сторону севера если у вас с севера точнее с юга на север ориентированы посадки а так в общем-то рекомендуется то скажем север у вас будет вот с этой стороны а юг будет вот с этой стороны южное солнце будет нагревать вот этот вот холмик и прогревать саженец и вот эта часть земли будет оптимально обогрета лучами солнца прогрета а тепло для виноградных корней это тоже очень важно итак глубина посадки саженца у вас будет где-то 20-30 сантиметров от поверхности земли далее вы должны установить опору в первый год у вас может не быть шпалеры вы можете обойтись либо металлическим либо каким-то может быть пластиковым а лучше всего деревянным колом высотой где-то ну как минимум хотя бы метра полтора а лучше два если вы вырастите за лето саженец высотой в два метра то это будет очень хорошо до необходимо отметить что в первый год посадки необходимо вырастить из черенка одну хорошо развитую лозу все лозы которые у вас будут идти из почек надо удалять и оставить одну самую сильную которую все лето первого года выращивания вы будете ее растить выщипывать пасынки и выводить как можно выше делается это для того чтобы как можно больше снизу почек и лозы вызрело потому что лето в подмосковье непредсказуемое а вызревание лозы для винограда это очень важно это залог будущего урожая который наступит следующем году чем больше лозы у вас вызреет тем больше тем сильнее точнее будет на следующий год куст и вы возможно уже получите первое сигнальное плодоношение и сможете попробовать собственного винограда и убедиться что вы купили именно тот сорт который вам продали на рынке либо в садовом центре итак друзья рассказ о посадке винограда в подмосковье по варианту номер один без поливочной трубы завершён если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал следующий раз я расскажу о том как установить поливочную трубу для саженца винограда в подмосковье и следующий ролик будет о том как сажается виноград с поливочной трубой то есть вариант номер два всего хорошего всем пока